Добрый день, дорогие друзья, коллеги, студенты, бывшие выпускники. Я вас очень рада видеть в нашем зале. Для меня, для этих участников, я думаю, это очень знаковый концерт. Вы сегодня услышите выпускников разных лет. И те, кто закончили консерваторию 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад, кто только заканчивает. Это сроки очень большие. Но с дистанцией времени для меня это все, мне кажется, только закончилось. Это все было совсем недавно. У меня, да, 118 выпускников, и практически я со всеми понимаете отношения, но, к сожалению, я с тех, кто уже не с нами. И вот это общение дает нам ощущение, что вот эта дистанция 50 лет, я работаю 50 лет в консерватории, что это и есть некое пространство, которое все, можно сказать, здесь и сейчас. Совершенно нет ощущения, как и далеко в росте. И я думаю, причина в том, что нас связывает прежде всего музыка. И отношения у нас, наши, строились на отношения у нас к музыке. И нас до сих пор именно это связывает прежде всего. Концерт, конечно, должна сказать, что в этом концерте могло бы участвовать намного больше людей. Но концерт имеет временные рамки, полтора-два часа. Когда мы выходим за их пределы, то немножко сложно слушать. Я думаю, что на следующий год я все-таки продолжу идею, когда будут играть мои выпускники, потому что играющих очень много. И даже в этом проекте из пяти концертов, которые я сделала в этом году участникам, в совокупном более 30, это не так мало. Я сейчас хочу пригласить вас в сцену выпускника 1997 года. Пригласите, пожалуйста. Лауреат международных конкурсов благочисленников. С вами к всероссийскому Андрею Сочевкину. В 1997 году он закончил лицей и учился у меня последние, не помню, три года, по-моему. В 1992 году он закончил Ростовскую консерваторию. В 2005 году закончил ассистентуру и стажировку. И когда он был на последнем курсе, ко мне подошел ходыш Виталий Семенович и попросил, чтобы сделать фондовую запись его единственного сочинения «Сонаты поэмы», чтобы эту фондовую запись сделал Андрей Сочевкин. И он, в принципе, с ним занимался и работал над этим сочинением. Поэтому, когда встал вопрос о программе, конечно же, у нас совпалось с Андреем желание исполнить ходыша «Сонату поэму». Произведение очень сложное. Оно написано в оркестровой манере. И в те годы, когда это 70-е было написано, это звучало очень новаторски. И паян мы слышали в каком-то ином качестве. Итак, ходыш, соната, поэма. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну что, Андрюш, одно слово нам скажи. Трудно играть на сцене, спустя 30 лет. В консерватории, да. В консерватории, да. Он на сцене каждый день, и тем не менее мы видели, как он волновался, и как ему хотелось нам поведать что-то истинное и большое. Вы знаете, все очень волнуются, потому что это альбомата, и здесь играть в тайне ответственно. Проходите все, кто хочет зайти в зал. А сейчас я приглашаю на сцену лауреата многочисленных тоже конкурсов, особенно известного в своё время конкурса, конкурса много севера, ещё в те времена, когда я его слушал репников, и который высоко оценил его музыку, первые образцы, которые мы играли на этом конкурсе. Итак, встречайте, Александр Глютунов. В 1998 году он закончил консерваторию, 2000 он ассистентовал стажировку. В 2004 году он закончил заново консерваторию второй раз, как композитор, и был студентом до Ливанча Кусякова. Затем он поступил в ассистентуру стажировку. Если вы были на прошлых концертах, вы помните, наверное, что последним студентом у Кусякова был Вадяхин Михаил. А вот последним ассистентом-стажёром был как раз Александр Глютунов. В год его выпуска в 2005 году в конце года не стало Анатолий Иванович. Иван, чей-то как раз был выпускной год для Александра. Он почему-то не пожелал заканчивать заново или другого педагога. И поэтому вот так вместе с ним один ушёл в вечность, а второй с памятью о нём. За эти годы Саша написал достаточно большое количество произведений. У него четыре сборника, которые называются «Премьеры». У него очень много детских пьес, камерно-ансамблевых сочинений. Замечательное его произведение – это симфоническая поэма «Монастырь на Казбеке», который он представлял в виде работы выпускной. И он лауреат первого конкуса Шишакова, который состоялся в Москве, где его концерты камерно-ансамблевые сочинения «Сонапа для альта» и «Баяна», которое, по-моему, для этого состава до сих пор становится лучше. Он был в первый лауреат, лауреат первых премий как композитов. У нас был выбор, что играть в его последнее время. Он написал очень любые симпатичные обработки, и он играл. Но потом мы решили, что этот вечер, он всё-таки билейный. А в 2020 году Саша написал безумительно, совершенно непривычно, Яббаяна, был постарально-арабестный, не знаю, как сказать. В стиле репрессион, да. В общем, сочинение, которое посвятило мне. И оно называется «Снежность». Итак, Ледунов «Снежность». Ледунов «Снежность». Ледунов «Снежность». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Она выпускница Института имени Гнесиных, класс Белова. И работая, сотрудничая в этом ансамбле, у Кати проявились неожиданно композиторские способности, очень яркие. Он написал целый ряд произведений для Баяна и Дома, которые изданы. И сделал достаточно много переложений и транскрипций, которые тоже частично изданы. Дело в том, что когда мы думали о программе... Да, я еще должна добавить, что у Константия Анатольевича уже много выпускников, которые тоже являются лауреатами престижных конкурсов. Так вот, когда мы составляли программу, все-таки Константин Анатольевич, тонкий музыкант, он всегда тяготел и с большим удовольствием играл классическую музыку. Ну и, в общем-то, здорово ему получалось современное. Поэтому он таким образом построил свою программу. Это барочная музыка и его собственное сочинение. Сейчас мы представляем вашему вниманию две сонаты скорлати. Фа-мажор и до-миноль. Фа-мажор и до-миноль. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА